доброе утро друзья мои рад что она выдалась таким солнечным могу чего то вам показать про венецианские крыши вот перед нами омерзительная венецианская чайка чувствует себя в этом месте очень комфортно наблюдаю за ней уже примерно полчаса мы находимся на крыше но не на коллективной крыше на частном балкончике в самом центре венеции в квартале сан-марко сейчас попробуем рассмотреть близкого расстояния некоторые здания в этом квартале местное время половину 9 утра вот такая вот у нас крыша с венецианским флагом расположена она сейчас увидите сан-марко и поймете как она расположена вот колокольня сан-марко как видите она довольно таки от нас недалеко спадни слева находятся два мужика бьющих в колокол это куранты торы для роде часовая башня а вот собор сан-марко есть можно видеть его пять куполов и тот из них даже шесть и тот из них который на ремонте вот это поближе колокольня церкви сан-марко которые вряд ли когда-нибудь были но там находится камера хранения около сан-марко вот эта сторона у нас восточная поэтому немножечко солнцевые глаз но тем не менее мы сейчас с вами посмотрим на некоторые объекты которые находятся восточной стороны вот это собор санте дживане и паула который довольно огромный но находится от нас на расстоянии большом типа метров 700 или 600 поэтому него видно целиком с моей крыши не видно а вот это вот башня санта-мария формозы которая находится под альтаной оттуда я обычно репортаж из крыш вот то что у нас находится вернее видно на востоке зато глядя на север мы уже не испытываем никаких помех со стороны солнца поэтому здесь все видно хорошо вот это вот церковь сан-сальвадор который я с удовольствием бы поснимал но там к сожалению запрещено вот это ее колокольня над настырским двором а вот это вот и и основное здание которое видите отражает историю постройки и пристройки эти такое но как тришкин кафтан разные эпохи внесли свои вклады тут находится дом в котором дакон казанова встречался со своей возлюбленной аббатисы с острова мирана по имени м есть мнение что это мария морозине вон там он видите наклонилась колокольня которую в свое время выпрямлял наш большой друг строитель успенского собора кремля аристотель фиараван ты кончилось это все плохо для тех монахов которые стояли под стрелой рядом видите желтеет треугольничек это у нас крыша театра для финич и рядом с ним такая колонна которые мы видим только верхушечку вот тут у нас такое замечательное палаццо мы видим как его вверх но наверху его видим статуи а дальше вот из-за палаццо выглядывает выглядывает луковка церкви сан-дортромео который находится на реальто и дальше вот тут вот тут у нас апостолы то есть там начинается страда нового стыдно сказать но не разбудив глеба я могу сказать что вот это вот за собор вот там вот видите фасад из с этой стороны крыши чайка все еще с нами как я сказал она чувствует себя здесь комфортно вот видите там фасад сан-дживане пауру такими вот тремя готическими башенками вылез с этой стороны крышного ската вот там вот садится сейчас самолет вам не очень видно потому что он маленький самолет и сиджетовский садится в аэропорту на другом берегу лагуны альп не видно к сожалению так что про мандельштама не пора судать вот это вот башня уже находится на том берегу большого канала находится в сан пору ну и посмотрим как дворики устроены вот под нами вот такие вот внутренние дворы вот эти такая альта на который не нашли люди себе внутренних сил починить так что она просто просто заколоченная стоит и обрастает мухом и плесенью вот видите какая многоэтажная смысле много ступенчатая сложно сочиненная жизнь на этих крышах где каждый строится как может где и раньше были очень актуальны печные трубы на крышах майали и колодцы во дворах сегодня уже ни то ни другое не используется по своему прямого назначения отвечает за красоту колокольня это кстати в 1902 году обрушилась и через столько десять лет была в 1912 году установлена поэтому в ней есть лифт в оригинальной колокольне с которой галилео галилео демонстрировал дожу свои физические опыты естественно и галилео и дожу приходилось подниматься пешком собственно недостаток венецианских крыш состоит в том что здесь нет небоскребов поэтому реально панорамического вида нет есть возможность наблюдать за соседями есть возможность любоваться черепицей но вот так чтобы охватить общий план это надо залезть например вот примерно вон в то здание на колокольне сан-марко оттуда открывается прекрасным виды оттуда видно все в известной советской песни доброе утро тезка как жизнь вот собственно я все что я хотел вам показать из этой точки венеции это сейчас нет еще 9 утра значит что не открылись еще главные туристические гадюшники значит что довольно таки просторно сейчас внизу так что наверное пора мне собираться и выходить на улицу до скорых встреч на площади сан-марко